Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости в студии Ирины Левчук. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема сегодняшней программы. История, которую нельзя рассказать кратко. Она о помощи, о возможности быть услышанным, об искренней радости и вкусе победы, о росте профессиональном и, конечно, она о белорусах. Республиканская общественная организация «Белая Русь» отмечает 15-летие со дня создания. Форум молодых. Брест принимал членов молодежного парламента при парламентском собрании союзного государства. Утверждены выдвинутые программы, а также избраны руководители организации. Встреча в городе «Спутники». Руководители Жабинковского комбикормового завода и научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по животноводству подписали договор о совместном научном сопровождении. В эфире программа «Итоги недели». Говорим о главных моментах уходящей семидневки. Это истории 15 лет. Это та самая история, которую нельзя рассказать кратко. Она о помощи, о возможности быть услышанным, об искренней радости и вкусе победы, о росте профессиональном и, конечно, она о белорусах. Сначала о десятках, сотнях, потом и тысячах человек, кому небезразлична родная земля – Белая Русь. Республиканской общественной организации «Белая Русь» исполнилось 15 лет. Анастасия Мелешкевич расскажет о торжестве по случаю юбилея организации. «Белая Русь» – это оплатотворное объединение тех, кому небезразлична судьба нашей Родины, кто прочувствовал, пропустил через свое сердце и понял, что его место здесь, сейчас и завтра. Кто твердо и решительно поддерживает курс, по которому идет наше государство. Кто готов к диалогу с оппонентами и сможет доказать свою правоту, убедить и привлечь на свою сторону сотни единомышленников. Общественные объединения – это, наверное, те объединения, где собираются очень активные люди, в социально-экономическом развитии, общественно-политическом, которые готовы помогать исполнителям власти, государству, президенту, продвигать его постулаты жизненные, политику, доказывать общаться с людьми. То есть, многие решения, которые принимаются наверху, они опробируются через именно общественные объединения, их важность и нужность. А в этом контексте Белая Русь, без сомнения, это то общественное объединение, которое занимает лидирующее положение по всем показателям, и причем не на бумаге, а действительно на деле. Брестское областное объединение Белой Руси активно участвовало в проведении диалоговых площадок по вопросам изменений в Конституцию, обсуждений Всебелорусского народного собрания. Члены организации также не раз становились инициаторами патриотических акций, автопробегов памяти, различного рода экологических марафонов и благоустройства воинских захоронений. Акция «С любовью к детям» – одна из визитных карточек Белой Руси, которая уже проводится 13 раз. Ее цель – поддержка института семьи и решение задачи демографической безопасности, стоящей перед страной. В рамках этой акции традиционно активисты посещают родильный дом и чествуют матерей, родивших детей 3 июля в День независимости Республики Беларусь. За 15 лет Белая Русь стала брендом нашей общественно-политической жизни страны. Сегодня она объединяет 200 тысяч членов, объединенных 8,5 тысяч первичных организаций. Действительно, проведена огромная работа, но вместе с тем еще очень большая работа впереди. Мы активно участвовали в политических мероприятиях, мы активно участвовали в выборах, мы активно участвовали в мероприятиях, которые проходили уже после 2020 года. Это и автопробеги, это круглые столы, дискуссионные площадки. Мы очень много работали с молодежью. Наверное, не зря самая такая вот председатель наш областной, Абаханович Александр Геннадьевич, и достаточно сильная организация, первичка московской организации у нас в техническом университете. Потому что работа с молодежью, при работе с молодежью – это основа, основа будущего нашего. Какие мы сейчас мысли, 20-й год показал, какие мысли мы сегодня заложим в головы. Как мы воспитаем нашу молодежь, так мы будем жить дальше. Милосердие, сострадание, желание помочь конкретному человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, сплотили и объединили Брестскую организацию, вовлекли в эту деятельность сторонников. Адреса «Заботы Белой Руси» – это и социально-педагогический центр, центр коррекционного развития ребенка, семьи, воспитывающие детей, инвалидов и другие. В сообществе с нашими другими общественными объединениями, прежде всего с Белорусским Республиканским Союзом Молодежи, с которым мы недавно подписали первыми в стране соглашение о сотрудничестве, с нашими профсоюзами, с ветеранскими организациями, с Белорусским Союзом Женщин. И мы видим, что только в таком сотрудничестве, во взаимодействии, мы можем решить сложные и важные задачи, которые сегодня стоят перед нашей страной, ответить на те вызовы, на те риски, которые сегодня наша страна испытывает ввиду санкционного давления. И я убежден, что вместе, объединившись, проводя курс главы нашего государства, нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко, мы решим все эти сложные задачи, и наша республика будет с каждым днем становиться все более сильной и процветающей. Белорусское республиканское общественное объединение «Белая Русь» отметило 15-летие со дня основания. За эти годы организация стала ведущей политической силой страны. В Бресте к юбилейной дате приурочили торжественное собрание членов организации и тех, кто поддерживает ее деятельность. Среди гостей – представители местной власти, районных отделений Белой Руси, БРСМ и студентов. «Белая Руси» по-настоящему активные члены нашего общества. Это абсолютно весь спектр, от ветеранов до молодежи. Они принимают активную часть во всех общественно-политических мероприятиях, в выборных кампаниях, обсуждениях каких-то новых законов, в наших диалоговых площадках. Вот эти все примеры показывают то, что эта организация нужна, она нашла себя в нашем обществе, она нужна, и те люди, которые являются членами этой организации, они пользуются уважением и к ним прислушиваются, а это очень важно. Представители Белой Руси в течение 15 лет не раз демонстрировали свой энтузиазм и готовность с честью отстаивать интересы своей страны. А потому именно они были удостоены высших похвал и наград. Что для меня Беларусь, ну это уже существенный этап моей жизни. 15 лет я с Белой Русью, да, и за этот период, конечно, она выросла очень достойно общественную организацию. Уверен, что это начало ее блистательного пути, да, уверен, что вековую историю, не только вековую, эта история будет складываться вокруг замечательных людей, которые на сегодняшний день в нашей организации уже присутствуют, потому что кого не посмотришь, ведь что объединяет любой организации, это люди. И вот этот огромный потенциал людей позволяет с уверенностью сказать, что наша организация будет расти, развиваться, сюда будут приходить новые люди, которые будут получать, наверное, то, что им не хватало для своего дальнейшего развития. Впереди у объединения Белая Русь большое и плодотворное будущее. Сотни политических проектов, тысячи социальных и патриотических акций. Только вместе, рука об руку, можно продолжать строить независимую, сильную и процветающую республику Беларусь. Брещено на протяжении двух дней радушно принимало членов молодежного парламента при парламентском собрании союзного государства. Целеустремленные, активные и, главное, неравнодушные к настоящему и будущему своих стран молодые люди из Беларуси и России встретились, чтобы обсудить многие вопросы, касающиеся совместной деятельности и планов на будущее. Программа встречи была насыщенной и включала знакомство с памятными и героическими местами региона, различные тренинги, а также заседания, на котором были утверждены выдвинутые программы, а также были избраны руководители молодежного парламента при парламентском собрании союзного государства. Людмила Логодича, мероприятие и его участниках. Второй день встречи членов молодежного парламента при парламентском собрании союзного государства начался с посещения Святой Земли Брестской крепости. Народ Белоруссии и России связывает единая история – героическое наследие прошлого, общие трагические испытания и победы. Поэтому после экскурсии участники мероприятия возложили цветы к вечному огню в память о трагических и героических событиях. Не случайно Брест выбран площадкой для заседания нашего молодежного парламента, потому что, естественно, год исторической памяти. Естественно, ребята сегодня прежде всего думают о завтрашнем дне и понимают, что наша молодежь сегодня должна прежде всего патриотически думать, рассуждать, понимать будущее, понимать события сегодняшнего дня, которые происходят вокруг наших стран. И их выбор не случайен. И сегодня второй день нашего заседания молодежной палаты именно по их просьбе начался с Брестской крепости. Целеустремленные, активные, главное, неравнодушные к настоящему и будущему своих стран молодые люди, среди которых представители областных органов управления из Российской Федерации, А также члены молодежного парламента Национального собрания Республики Беларусь встречаются дважды в год, чтобы обсудить сотрудничество в рамках союзного государства, наметить общие точки соприкосновения и обозначить планы на будущее. Такое вот сложное время, когда не дают покоя нашим странам, вот это вот наше объединение, консолидация, синергия позволяет нам на месте определенные тезисы и понимать, что в наше время нужно быть за свою страну, за свою землю большой такой вот горой, и не позволит никому вмешаться в ее дела, развивать единое пространство, как медиапространство, как национальная безопасность, потому что, как видите, нам покоя не дают, постоянное вмешательство, попытки госпереворота, санкции, провокации, и очень важно грамотно реагировать. Для того, чтобы был фундамент на уровне парламентском, на уровне Российской Федерации, на уровне Республики Беларусь, очень важно создавать фундамент именно сегодня на молодежном, для того, чтобы молодежь могла двигаться дальше, в будущем, уже имела хорошие. Потому что связи, наработки и взаимодействия с нашими коллегами, с коллегами из Российской Федерации, как главным стратегическим партнером. На заседании молодежной палаты при парламентском собрании Союза Беларуси и России были намечены основные направления работы. Избрано руководство органа сформированной комиссией по различным направлениям. Все это позволит на протяжении последующих двух лет продуктивно работать на благо Беларуси и России. Председателем молодежной палаты был избран представитель от Беларуси. Им стал брещанин Максим Харитоник, исполняющий обязанности второго секретаря Брестского обкома БРСМ, у которого богатый опыт в реализации государственной молодежной политики. А первым заместителем стала представительница российской стороны Елизавета Пехова. Большие планы на нас возложены. Мы должны реализовать именно те проекты, которые мы обозначили в течение работы нашей палаты. И за два года с ними справиться. Планов у нас очень много, потому что все члены нашей палаты очень креативные, амбициозные люди. Они разносторонние, собраны с различных предприятий, организаций и сфер. И необходимо действительно качественно здесь проработать. Работа наша будет заключаться именно в работе нашей комиссии, с которой мы сегодня и определились. У нас формировалось шесть комиссий. Они немножко отличаются от предыдущего состава палаты. Но я думаю, это идет на пользу, потому что действительно выделили те части, в которых мы будем качественно работать. И реализовывать именно те проекты и мероприятия, которые будут нацелены на развитие наших двухсторонних отношений. Мы делаем большое дело, пусть маленькими шагами, но на славу союзного государства. Молодежный туризм сейчас набирает активную популярность. И мы хотим сделать это патриотическим воспитанием молодежи. Также знакомить его с городами Белоруссии, с городами России. Это одно из таких направлений, которые меня лично интересуют и трогают. Ну и два крупных мероприятия. Это молодежный фестиваль союзного государства, творческой направленности. Ну и новое разработанное мероприятие. Это форум для молодежи союзного государства, где в рамках каждой нашей комиссии молодежь может почерпнуть что-то новое. Это предпринимательство, туризм, образование, ну и так далее. Заседание прошло насыщенно и продуктивно. Удалось обсудить 9 основных вопросов, вынесенных на повестку дня. Все участники встречи заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве и реализации совместных планов. Общая цель, чтобы как можно больше людей узнало о союзном государстве, о том, что Беларусь и Россия – две славянские сестры с одними корнями, между которыми нет границ и различий. Город Жабенко продолжает развиваться и открывать новые возможности для взаимодействия по самым разным направлениям. Так, именно здесь прошел первый республиканский форум городов-спутников, подписанных в соглашении о сотрудничестве с городами-побратимами Российской Федерации. На этот раз руководство Открытого акционерного общества «Жабенковский комбикормовый завод» и Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по животноводству подписали договор о совместном научном сопровождении. Завод сегодня наш является единственным производителем в Республике Беларусь кормов для домашних животных. Сегодня наш завод является единственным производителем инновационной продукции в нашем регионе. Заводом реализуется в целях повышения качества и расширения ассортимента своей продукции и заводом реализуются также инвестиционные проекты. В текущем году мы реализовали два таких проекта. И понимая сегодня, в том числе и в нашем регионе, объемы производства и цели и задачи, которые ставятся по наращиванию объемов производства именно сельхозпродукции, мы понимаем сегодня вместе с руководством завода, что не привлекая науку, наверное, не получится достичь полноценно и выполнить полноценно наши задачи. Увеличивая из года в год объемы производства, мы пришли к пониманию того, что необходим переход на новый качественный уровень. Без науки, без поддержки науки это сделать просто невозможно. Поэтому сегодня рождается новый конгломерат, можно сказать, новая форма объединения науки и производства. От науки мы ждем научных разработок, их научного сопровождения. Но, соответственно, производство дает свою производственную, тоже мощную базу, наш кадровый потенциал, наш опыт работы и финансирование всех этих новых решений для того, чтобы они дали свой результат, эффективный результат на наших предприятиях. Переход на новый качественный уровень позволит расширить ассортимент продукции, повысить ее качество и узнаваемость бренда, а также достичь задач по наращиванию объемов производства. Национальная академия наук априори преподносит свои научные разработки для практиков, для производства. То есть Центр по животному воздуху, как основная структурная единица Национальной академии наук, обеспечивает научное сопровождение всего сельскохозяйственного производства. У нас есть разные взаимоотношения, как с хозяйствами, так и с холдингами, концернами. И сегодня подписание нашего соглашения, это будет выход на новый уровень, когда непосредственно все научные разработки будут уже заточены конкретно под конкретные задачи, под конкретные цели. И вся наша научно-производственная база будет ложиться уже на конкретный район, на конкретный регион с конкретным получением высоких результатов. Мы выходим на принципиально новый уровень в работе. Я надеюсь, что в принципе это позволит целым по области, интенсивным путем добавить то необходимое количество молока, которое нужно просто в данный момент, крайне необходимо. Я уже говорил, сегодня мы перерабатываем порядка двух миллионов тонн молока в год, но поверьте, если бы их было три миллиона, мы были бы только рады. Заключение соглашения стало новой ступенью не только в развитии предприятия, но и поистине важным событием для всего района. Нет сомнений в том, что данное сотрудничество будет успешным. Ведь ставка на инновационность в современном мире – беспроигрышный вариант. Борьба с преступностью Для обеспечения безопасности сотрудники милиции проводят работу с правонарушителями, в рамках которой организуются профилактические рейды по местам их жительства. В очередной рейд с представителями Брестского РВД отправилась и наша съемочная группа. Правонарушители, преступившие черту Уголовного кодекса Республики Беларусь, находятся под особым контролем сотрудникам Брестского ОВД. В период с 23 по 28 ноября на территории области проводится комплекс профилактических мероприятий по усилению контроля за отдельными категориями граждан, а именно под надзорными и лицами, за которыми надзор может быть установлен. Проведение мероприятий обусловлено ростом числа преступлений, совершенных под учетными данных категории. Так, по итогам 10 месяцев текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на 19% возросло количество преступлений, совершенными под надзорными, и 18% от числа общего количества уголовно наказуемых деяний, совершены лицами примитивный надзор, за которыми может быть установлен. Эти категории граждан нуждаются в особом контроле, поскольку ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Так и Николай, который уже не в первый раз был осужден за совершение уголовного преступления. Согласно статье 205 части 2, впервые его привлекли к ответственности перед законом за совершение кражи, а впоследствии он был задержан уже по статье 206 – грабеж. Был осужден по 205 части 2 в 2015 году, освобожден был в 2017 году, лишение было двух годов, потом совершил по пьяни вновь, уже по 206 в 2017 году, освободился в 2020. Пытался с женой отсидеть, работал, все хорошо было, получил одно нарушение, продлили на полгода, и потом оступился снова и получил зону год за надзор. В 2021 году сел, в 2022 вышел обратно. И сейчас обратно под надзорный, стараюсь тут как бы отбывать, прихожу отмечаться, ко мне сотрудники приезжают, проверяют. Пытаюсь хороший, здоровый образ жизни вести, работаю на двух работах, не пью. Ну, как бы все нормально в жизни пошло. Ранее судимый Петр привлекался к уголовной ответственности сроком на 7 лет за изнасилование и нанесение тяжких телесных повреждений. Отсидев положенный срок, он был отпущен. Сейчас находится на территории своего дома, куда с целью профилактического рейда прибыли сотрудники УВД. Рейды, проводимые правоохранителями, часто отличаются эффективностью, ведь они помогают предотвратить неприятные, а порой трагические события. Данные мероприятия помогают избежать подобных ситуаций в будущем, а также не допустить возникновения новых, что является особо важным для обеспечения безопасности граждан. Культурная жизнь Бреста весьма активна и, отметим, креативна. Здесь всегда проходят наиболее значимые и интересные выставки. Растут и развиваются молодые начинающие художники, которые также, как и более известные, представляют на суд многочисленные публики свои работы в музеях и галереях областного центра. В эти дни в Художественном музее Брестской крепости проходит выставка «Палитра осени», а в арт-пространстве Брестской городской библиотеки имени Пушкина открылась выставка молодой художницы Виктории Вальчук. А вот у поклонников творчества современных брестских художников появилась еще одна уникальная возможность насладиться мастерством талантливых авторов, посетив выставку «Беростейская палитра-2022». Которая открылась в выставочном зале областного общественно-культурного центра. Вернисаж под названием «Беростейская палитра-2022» посвящен году исторической памяти. В выставке приняли участие 32 брестских художника. Экспозиция включает 80 полотен, написанных в различной технике. Абсолютно разные художники. Они работают в разных жанрах, видах, направлениях изобразительного искусства. Здесь вы можете увидеть и живопись, и акварель, и графика, скульптура, декоративно-прикладное. Как всегда разнообразно. Очень интересно, потому что союз, брестское отделение в частности, он молодеет. Появляются новые молодые имена. Они очень нас радуют своими успехами. Надеюсь, так будет и дальше. Картины художников поражают своей глубиной и разнообразием тематики. Здесь присутствуют и великолепные цветы, и прекрасные пейзажи родного города, созданные в технике пастели, акварели, масла, а также многих других. Кроме того, в экспозиции выставки представлены скульптуры, одна из которых под символичным названием «Метаморфоза» вызвала большой интерес публике. На выставке представлена моя работа «Метаморфоза». «Метаморфоза» – это перевоплощение, трансформация материала. Я как работаю с металлом, с железом, со скульптурой, меня интересуют вот эти всякие детальки. Я люблю в них копаться, что-то для себя там постигать. Ну, работа сама основа дерева, гвозди, шарики серебряные, и много терпения. Люди приходят, смотрят что-то там, видят, что-то ищут, и у каждого свои ассоциации открываются. В этой экспозиции я представила четыре работы в технике масляной живописи. В основном занимаюсь танковой живописью, масло, акрил. Но здесь представлены работы, скажем так, в классической технике, холст масла. Настроение – это работа, создающая настроение, тоже вдохновение я беру от природы. Весна, осень, такой калейдоскоп. Полотна каждого художника способны согреть в холодную осеннюю пору и подарить хорошее настроение. А выставочный зал областного общественно-культурного центра приглашает каждого желающего приобщиться к высокому искусству и насладиться творчеством талантливых мастеров. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свое видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Но мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал Бук-ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Ирина Левчук, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю добрых новостей в ваших домах. Редактор субтитров А.Семкин